Наша следующая история о члене семьи Трампа и о его связях с Западной Азией. Мы говорим о частной инвестиционной фирме Джареда Кушнера, которая подписала договор с компанией, связанной с оборонной промышленностью Израиля. В промежутке между громкими заявлениями и последующими переговорами стало известно, что западно-азиатские державы вложили значительные деньги в фирму, связанную с Министерством обороны Израиля. Связующим звеном между Саудеей, Объединенными Арабскими Эмиратами и Катаром является бывший советник Белого дома по ближневосточной политике Джаред Кушнер. У Шурина, бывшего президента США Дональда Трампа, есть инвестиционная фирма, базирующаяся в Майами, под названием Affinity Partners. Недавно она приобрела за 150 миллионов долларов часть компании Shlomo Group, которая является израильской компанией по лизингу автомобилей. Концерн Shlomo Group сотрудничает с владельцами единственного отечественного строителя военных кораблей в Израиле. Материнская компания Shlomo Group также частично владеет израильскими верфями единственной израильской компанией, которая строит корабли для израильского военно-морского флота, включая суда, вооруженные ракетами американского производства. Кушнер в недавнем интервью в New York Times сказал, что он не инвестировал в военно-морскую часть бизнеса группы Shlomo. Но нельзя игнорировать тот факт, что большая часть этих средств, которые пошли на эту сделку, поступили от правителей стран Персидского залива. Саудия под руководством наследного принца Мухаммеда бин Салмана инвестировала 2 миллиарда долларов США в фонд Кушнера. Объединенные Арабские Эмираты и Катар инвестировали по 200 миллионов долларов каждый. Еще в марте Affinity Partners раскрыли информацию о партнерах и показали, что 99% средств, предоставленных фирме от иностранных инвесторов, поступили из стран Персидского залива. Это подводит нас к более крупной роли Кушнера в политике Америки в Западной Азии, когда Трамп был у власти. Председатель группы Shlomo также намекнул на это. Он сказал, что деньги не были главной потребностью Кушнера, однако именно его связи помогли ему открыть новые возможности для бизнеса на Ближнем Востоке. Кушнер сыграл ключевую роль в посредничестве о соглашениях Авраама, которые привели к нормализации отношений между Израилем и несколькими арабскими странами, такими как Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Судан и Марокко. Во время своего пребывания на посту посла США в Западной Азии, Кушнер уделял особое внимание построению отношений с государствами Персидского залива, особенно с Саудией и Арабскими Эмиратами, чтобы помочь противостоять влиянию Ирана в этом регионе. Но эксперты критически относятся к его сделкам в Западной Азии. Некоторые говорят, что тесные отношения Кушнера с некоторыми государствами Персидского залива, особенно с Саудией, вызывают вопросы о потенциальных конфликтах интересов и нарушениях прав человека. Прибрежная часть газа могла бы стать очень ценной, если бы люди сосредоточились к созданию инфраструктуры. И я думаю, что там сложилась, к сожалению, несколько неприятная ситуация. Но я думаю, с точки зрения Израиля, я бы сделал все возможное, чтобы переселить оттуда людей, а затем бы навел там порядок. Я думаю, что активное признание палестинского государства, по сути, было бы наградой за акт терроризма. Удивлены ли мы вообще, что эти социопатические комментарии исходят из уст Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа, который вел беседу в Гарварде о продолжающейся войне в Газе. И что еще более важно, так это, по его мнению, что должно произойти уже после этой жестокой войны, развязанной израильским правительством и армией обороны Израиля. На протяжении всего интервью он отождествлял террористов с палестинскими гражданскими лицами. Это излюбленная тактика среди тех, как я заметила в соцсетях, которые хотят обеспечить прикрытие для всего, что делает Израиль. И он явно поддерживает идею вытеснения палестинцев из Газы. И это, если я не ошибаюсь, можно охарактеризовать как этническую чистку. Да, Джейк? Да, это, что ни на есть, и есть определение этнической чистки. И он положил вишенку на торт. Мы должны украсть их землю. Окей. Что же? Хорошо, что ты для нас это прояснил. Итак, с учетом сказанного, мы перейдем к нашему первому видео и посмотрим его. Жаль, что никто не принимает беженцев. Но есть же реальные опасения со стороны некоторых арабов, и я уверен, что вы говорили со многими из них, которые думают, что как только жители Газы покинут Газу, не Таньяхо уже никогда не пустит их обратно. Возможно. Но я не уверен, что на данный момент от Газы что-то осталось. И если задуматься о таком понятии, как Газа, то Газы, как таковой, исторически не было. Не так ли? Она была результатом там войны, не так ли? Там были разные племена, которые жили в разных местах. Но затем Газа стала реальностью. Далее ей управлял Египет, а потом со временем там были разные правительства, которые приходили к власти разными путями. Так что там началась еще одна война, и обычно, когда случаются войны, то границы исторически меняются с течением времени. Границы исторически меняются с течением времени. Это было его заявлением после того, как его спросили о нежелании Нитаньяху возвращать палестинцев в Газу. Означает ли, что они должны подвергнуться постоянной этнической чистке из сектора Газа в другие соседние страны, включая Египет? Я имею в виду, что он намекнул на это прямо там. Он просто оправдывался. Я имею в виду, что с исторической точки зрения границы меняются, войны случаются, и сами границы меняются. Таким образом, он по сути признал, что именно таким будет будущее Газа для палестинцев. То есть, там не будет никаких палестинцев. Да. И во время интервью он пояснил, что они должны их переселять в пустыню Негев, которая находится в Израиле. Но они говорят, что это всего лишь пустыня, так что мы расчистим ее и отправим их туда, в лагеря или гетто. Он не употреблял этих слов, но они идеально подходят для того, что он говорит. Он сказал, «Ой, мы просто отправим их в Египет, и границы изменятся». А затем, когда они окажутся в Синайской пустыне, в любом случае мы загоним вас в пустыню. Затем просто отберем вашу землю, заберем Газу. Это прекрасная прибрежная территория. Мы можем заработать на этом кучу денег. Я и многие мои богатенькие дружки там. Опять же, я нахожу затруднительным это объяснить. Но не все в Израиле получат выгоду от планов Джареда Кушнера. Есть кучка богатых людей, которые бы хотели добывать нефть у берегов Газы. И они уже приступили к осуществлению этих планов в Израиле и хотели бы присвоить себе палестинскую землю. И они не будут делиться этим с остальным израильским народом. Есть много бедных евреев, евреев среднего класса в Израиле и по всему миру. Они ничего из этого не получат. Да, позвольте мне закончить мысль. Это очень важно. Итак, опросы показывают, что 56% израильтян не поддерживают идею вытеснения палестинцев из сектора Газа. Да, но есть несколько богатеньких людей, как Джаред Кушнер, которые говорят, и кстати, как и в Америке, и как во многих местах, где нет этнической или национальной проблемы, которые говорят, я хочу денег, и поэтому я издеваюсь над гражданами, чтобы иметь возможность заработать еще миллиарды. И это настолько нормально для них. Почему бы нам не взять 2 миллиона человек и полностью не вытеснить их, не провести этническую чистку, не устроить геноцид, а затем украсть их собственность, а затем построить красивые дома на берегу моря, где я смогу еще больше разбогатеть. Джаред Кушнер один из самых отвратительных и мерзких людей на планете Земля. И кстати, демократы, у вас есть пульс. Этот парень взял 2 миллиарда долларов у саудовцев сразу после того, как заключил сделку с саудовцами, когда был членом правительства. Ты думаешь, демократы не согласны с ним в этом? Послушайте, если у вас возникли трудности с пониманием концепции денежного интереса, использования преимущества при горе и накоплением при этом большого капитала, то Наоми Кляйн написала об этом целую книгу под названием Доктрина Шока. Прочитайте ее, потому что она покажет вам, как обычно разворачиваются подобные войны. Так что да, есть люди с большими деньгами, которые присматриваются к сектору газа, присматриваются к этой собственности и думают про себя. Эй, мы могли бы построить здесь хороший курорт, мы могли бы построить какое-нибудь жилье для богатых, а почему нет? И помимо этого, у вас есть группа крайних радикалов в Израиле, некоторые из которых входят в правительство, также рассматривающие сектор газа как важную землю, которую они могут использовать для строительства новых незаконных поселений и извлекать из этого выгоду. И мы вернемся к этому позже. Но я хочу остановиться еще на нескольких заявлениях Джареда Кушнера, сделанных им во время этого интервью в Гарварде. По сути, он говорит о конкретном месте, куда палестинцы могли бы отправиться. Это именно то, на что ты намекал ранее, Джейк. Так вот, именно такой мыслительный процесс наблюдается у Джареда Кушнера, когда речь заходит о жизнях буквально миллионов людей. Давайте посмотрим. Если бы я был на месте Израиля, я бы попытался снести на бульдозере что-то в пустыне Негев и переселил бы туда людей. И я знаю, что это не самый популярный вариант, но я думаю, что это лучший вариант, чтобы войти в газу и закончить там работу. Я думаю, там был лишь один момент для принятия решения. Войти в газу или не входить в газу. Из-за заложников. У них действительно не было другого выбора, кроме как сделать это. Я думаю, они поступили разумно, действуя медленно и обдуманно. Газа заминирована. Там более 400 миль подземных тоннелей. И я думаю, они предприняли несколько хороших ходов, чтобы попасть туда. И я думаю, что Израиль сделал намного больше, чем сделали бы другие страны, пытаясь защитить гражданское население от жертв. Но я думаю, что правильным шагом прямо сейчас было бы открыть пустыню Негев, создать безопасную зону для выхода гражданских лиц, а затем пойти и закончить свою работу. Послушайте, в Газе было убито так много журналистов, что репортажи из сектора Газа значительно замедлились. И Израиль не разрешает журналистам въезжать в сектор Газа для ведения репортажа на месте. В редких случаях они это делают. CNN является хорошим примером некоторых хороших репортажей, которые они делают на месте в секторе Газа. Но я делаю вам это предисловие, чтобы сделать настоящее заявление, которое я хочу здесь сделать. Насколько нам известно, в Газе на данный момент было убито 31 тысяча человек. И армия обороны Израиля заявляет, что из этой 31 тысячи 10 тысяч или 12 тысяч являются боевиками Хамас. Так что посчитайте сами. Очевидно, что жертв среди гражданского населения гораздо больше, чем боевиков Хамаса, погибших в результате нападения Израиля на Газу. И имейте в виду, что в число тел погибших не входят тела, которые все еще находятся под завалами. А это означает, что число погибших среди гражданского населения скорее всего намного выше. Однако, Джейк, Джаред Кушнер говорит нам, что армия Израиля предпринимает некоторые крайние меры для обеспечения безопасности гражданского населения в секторе Газа. Например, приказывает им эвакуироваться на юг, а затем бомбит юг, после того, как говорят им, что вы будете там в безопасности. Именно к таким крайним мерам прибегает армия обороны Израиля, чтобы обеспечить безопасность жизни палестинцев. Да, так что, к сожалению, многие люди настолько предвзяты, настолько ослеплены своей предвзятостью, что не видят очевидного. Поэтому они думают, что искренне верят. И дело здесь не только в Джареде Кушнере. Он особый вид зла, к которому я еще вернусь. Но есть массы людей, которые все еще верят, что Израиль делает все возможное для защиты гражданского населения. Но это полная противоположность истине. Нет такого правительства, которое меньше всего заботилось бы о гражданских лицах, если только они не являются гражданскими лицами Израиля. Северная Корея может меньше заботиться о своих собственных гражданах, и это определенно справедливо. Башар Асад может меньше заботиться о своих собственных гражданах, и это определенно справедливо. Но что касается граждан других стран, то никто не заботится о них меньше, чем Израиль. И я могу вам это доказать. Погибло 12 тысяч детей. Это подтверждают все новостные агентства. Это больше погибших детей, чем за все конфликты в мире, вместе взятые за последние 4 года. Если вы каким-то образом живете в перевернутом с ног на голову мире, то посчитайте, если в пятимесячном конфликте погибло больше невинных детей, чем во всех вместе взятых конфликтах за последние четыре года, и вы считаете его самым щадящим и неубивающим гражданских, то вы сошли с ума. Вы оторваны от реальности и готовы поверить любой пропаганде, которой вас кормит Израиль, потому что вам хочется в это верить. Ой, да, было убито как минимум 21 тысяча женщин и детей, 1200 гражданских и солдат Израиля. Это почти по-вашему на уровне Холокоста. 1200 человек. Здесь убито 21 тысяча женщин и детей. Они не имеют значения. Это так, пустяки. Неужели вы не видите, неужели вы не понимаете, что ваши слова звучат чудовищно, когда вы это говорите? И затем, каковы это стандарты Цахала, что, по их утверждению, от 10 до 12 тысяч боевиков относятся к Хамасу. Они буквально посчитали каждого мужчину в газе террористом. Да ладно вам! Неужели вы не видите это безумие? Давайте опустим даже неприятную часть, но кого заботит, что они убивают их? Сейчас 1,1 миллиона человек умирают от голода, просто умирают без еды. А Джаред Кушнер нам говорит, а как бы выглядела недвижимость на прибрежной части? И вы видите, какой он черствый. Вы видите, что он повторил дважды? Он говорит, просто давайте закончим работу. Закончим работу. Давайте вышвырнем их из газы, заберем их землю и закончим работу. Но что же, Джаред? Похоже, в этом есть какая-то окончательность. Похоже, это может стать окончательным решением. Мои поздравления, Джаред Кушнер. Теперь ты говоришь, давайте покончим с ними и заберем их проклятую землю, а затем наживемся на этом. На что ты похож? Ты звучишь, как карикатурщик, и вы наносите огромный ущерб Израилю, евреям по всему миру и так далее. Пока вы сидите здесь и говорите, давайте убьем их, загоним в пустыню и украдем их землю. Боже ты мой! Остановитесь! Остановитесь! Вы причиняете боль не только палестинцам. Вы причиняете боль евреям, Израилю, потому что не все похожи в Израиле на это чудовище, на этого монстра. Повторюсь, 56% израильтян не хотят этнической чистки палестинцев в секторе Газа. Они не хотят вытеснять их из сектора Газа в Египет или другой регион Израиля. Они против этого. Я рассказываю вам об этом, и это типично, и мы сталкивались с этим на протяжении всего нашего освещения этой войны. Если вы осмеливаетесь высказываться против лиц, принимающих решения в Израиле, против правительства Израиля, на вас автоматически навешивается ярлык антисемита. Эти слова не имеют никакого отношения к народу Израиля. Это имеет самое непосредственное отношение к влиятельным игрокам. И если вы собираетесь сказать мне, что настоящими жертвами здесь являются крайне правые члены крайне правого правительства Израиля, которых, конечно же, поддерживает самая могущественная страна в мире, самой могущественной армией в мире, то есть США. Если вы собираетесь сказать мне, что они жертвы, и я не могу выступить против них, потому что они бедные, бедные, влиятельные израильские политики, то я не куплюсь на это, и меня это не запугает. Я хочу посмотреть последнее видео, Джейк. Так что давайте перейдем к видео, где Кушнер рассказывает о собственности в более подробных красках. Давайте смотреть, как нам справиться с существенной террористической угрозой, чтобы она не стала угрозой Израилю или Египту. Так? Я думаю, что обе стороны тратят огромные средства на военные нужды. И я думаю, что ни одна из стран не хотела бы, чтобы террористическая организация находилась прямо между ними. И прибрежная зона газа в этом смысле является очень полезной для того, чтобы люди сосредоточились там на строительстве инфраструктуры и жизнедеятельности. Подумайте обо всех деньгах, что были вложены в строительство этой сети тоннелей и во все боеприпасы. Если бы они все пошли на образование и инновации, что бы это дало? Что бы это могло сделать? Я думаю, что там сложилась немного неудачная ситуация. И я думаю, что с точки зрения Израиля, я бы сделал все возможное, чтобы вывести оттуда людей, а затем бы навел там порядок. Вывести оттуда людей, а затем навести там порядок. Хорошо. Мы перейдем чуть позже к этой части. Но я хотела бы расшифровать то, что он сказал ранее, прежде чем перейти к последним его словам. То, что он говорит насчет всех этих денег, потраченных впустую на сети тоннелей и все остальное, под этим он имеет в виду, что Хамас забирает гум-помощь, которая была оказана палестинцам, и использует эти деньги на строительство сети тоннелей, вместо того, чтобы застроить сектор газа, вместо того, чтобы строить объекты недвижимости, которые могли бы стать лучшим местом для жизни палестинцев. Но этим он пытался сказать, эти деньги были потрачены впустую. Так что давайте покончим с этим. Хорошо? Давайте перестанем тратить эти деньги на эту дурацкую мечту о создании палестинского государства в секторе газа. Давайте не будем об этом, потому что это потенциально ценная недвижимость. Джейк, да, посмотрите на всех этих антисемитов там. Вы живете все в альтернативной реальности. Так с кем же Джаред Кушнер заключил самую крупную сделку? Саудовцами, которые являются фундаментальными мусульманами. Действительно ли саудовцы в глубине души заботятся о наилучших интересах палестинцев? Абсолютно нет. И вновь это зависит от того, о каких саудовцах мы говорим. Если о народе, то да, я уверен, что их сердца на стороне палестинцев. Однако руководство Саудии – это такие же преступники, как Джаред Кушнер. Им нравится заключать преступные сделки, в ходе которых они грабят своих собственных граждан и граждан других стран. И они от души смеются, когда по ходу сделок расчленяют некоторых людей. И, кстати, Джаред Кушнер и Мухаммад бин Салман – мясник из Ариада, превосходный друг, с которым Кушнер имел дело. Именно поэтому он получил 2 миллиарда долларов после того, как его пребывание в администрации США закончилось. Так что вся эта идея, чтобы привлечь внимание к религии, совершенно неверна. Это неверно с точки зрения логики. А теперь я обращаюсь к демагогам правого крыла, которые являются сторонниками Израиля. То, что вы называете все антисемитским, это все совершенно устарело. Это скучно и глупо, и это не работает. В это время в кампусах колледжа, я слышу, если вас называют антисемитом, то это будет почетным знаком. То есть это означает, что вы упорно боретесь за жизни палестинцев и пытаетесь спасти людей, потому что вы больше ничего не можете им сказать. Они для вас реально антисемиты. И мы постоянно называли таких так на наших шоу. А затем появляются такие люди, которые казались худшими, став лучшими, которые начали говорить, «Пожалуйста, можем ли мы спасти невинных женщин, мужчин, детей и ни в чем не повинных людей в Газе?» Им говорят, «Ты антисемит. Как ты смеешь критиковать Израиль? Давайте очерним их, отменим их». И, кстати, я думал, что вы были против отмены культуры. Когда это касается Израиля, вы отменяете так быстро. О, это настоящий антисемит. Сейчас мы поведаем вам историю о 200 людях из Голливуда, которые говорят, и, кстати, это евреи, они говорят от имени ни в чем не повинных палестинцев. Что вы делаете, парни? Вы там с ума посходили? Нет, мне все равно, сколько бы вы не кричали в пустую «Антисемит», это уже не работает. Потому что вы, парни, как тот воюющий волк, говорите. Парень, который говорит про воровство земли, про загнание людей в пустыню, про то, что на этом наживаются. На него вы цепляете ярлык «Антисемит». Нет, парни, его планы в вашем понимании были в некотором смысле антисемитскими, так? И не во мне проблема, которая указывает на это, а проблема в ваших планах. И если вы думаете, что от этого ваши чувства будут слегка задеты, то что тогда насчет детей, которых убивают в Газе израильскими бомбами? Израильские бомбы убивают людей. Вы понимаете это? Вы не можете вбить это в свои тупые головы. Ой, в чем дело? Мы не террористы. Мы просто сбрасываем бомбы. Мы просто сбрасываем бомбы так, что все просто взрывается. Головы разрывает, тела разрывает. Эй, в этом здании находятся же дети. Взорвать! А затем вы кричите, я не террорист. Я не террорист. Вон тот парень, у которого нет силы. Он террорист. Нет, это все уже устарело. Это глупо, и никто уже в это не верит. Так что вы можете кричать об этом в пустоту и делать все, что вам заблагорассудится. Но мы собираемся заявить об этом во всеуслышании. Джаред Кушнер – это монстр, и любой, кто поддерживает вытеснение палестинцев из сектора Газа, он такой же монстр, который пытается сейчас говорить о краже их земли и наживы на этом. Я не могу себе представить ничего более чудовищного, чем когда он говорит «давайте покончим с этим». И в конце я хотел бы привлечь внимание к сообщениям, которые показывают, что в Израиле существует громкое меньшинство, требующее, чтобы израильтяне имели право вернуться в сектор Газа. Помните, что они были эвакуированы, когда Израиль решил вывести полностью свои войска из сектора Газа? В феврале этого года в газете New York Times была опубликована статья «Израильские поселенцы покинули сектор Газа в 2005 году, и теперь у них есть шанс вернуться». США и многие другие страны подталкивают Израиль вернуть Газу палестинскому руководству. Я бы не придавала больше значения тому, что США подталкивают Израиль к каким-либо действиям. Израиль может делать все, что захочет, и наше правительство склонит голову и скажет «Да, сэр, можем ли мы чем-то помочь?» Такова реальность ситуации, и это довольно просто понять, почему так. И мы довольно много говорили об этом на наших шоу. Одной из самых влиятельных лоббитских групп в стране является АйПЕК. Все наши политики кладут в штаны от одного упоминания АйПЕК. И о том, как АйПЕК может повлиять на их карьеры. Это то, что реально происходит. Таким образом, правительство США, особенно под руководством Джо Байдена, как он неоднократно доказывал, позволит делать Израиле все, что он захочет. Но давайте вернемся к сути дела. Вот они пишут. Небольшая группа израильтян настаивает на том, чтобы Израиль сохранил контроль над территорией и восстановил еврейские поселения, которые были ликвидированы после ухода Израиля из Газы в 2005 году. В отсутствии плана правительства на послевоенный период, разговоры о поселении заполняют вакуум и вызывают тревогу у союзников Израиля. Я думаю, их план довольно ясен. Я о том, сколько раз буквально членам правительства нужно говорить об этом. Для людей, репортеров, чтобы они наконец приняли тот факт, что то, что они говорят, это то, что они хотят, и то, что они собираются делать. Один солдат Запаса, чья семья была выселена из Газы в 2005 году, сказал Нью-Йорк Таймс, цитирую, «Как только война закончится, мы построим там наши дома». И вопрос не в том, вернемся ли мы, когда там закончатся боевые действия, а в том, будет ли там Газа. Яйр Коэн, солдат Запаса, говорит это. Опрос, проведенный еврейским университетом, на который я ссылаюсь, ранее в декабре показал, что 56% израильтян выступают против переселения из Газы, но меньшинство пытается придать импульс своему проекту, и их поддерживает треть законодателей с крайне правой правящей коалицией Израиля. Это означает, что треть правительства поддерживают эту идею. И вновь, сколько раз им нужно сказать американским репортерам, что они намерены делать, чтобы американские репортеры наконец-то поверили им. И под конец, на конференции поселенцев в Иерусалиме, в которой приняли участие 3500 человек, включая нескольких правых министров, Одна из групп держала плакаты со словами «Только передача власти принесет мир», что означает выселение палестинцев из их земли. Выступая на собрании, Итамар Бенгвир, крайне правый министр национальной безопасности, увидев плакаты, сказал этой группе «Вы правы». Затем он добавил насчет палестинцев, живучих в Газе. Они должны уехать оттуда. Он с первого дня выступал за этнические чистки, и он этого вообще не скрывал. Он верит, что вытеснив их из Газы, то на 100% они смогут отобрать их землю. Если вы считаете, что это не оккупация, и это не их земля, и что Газа – это не то, о чем говорил Джаред Кушнер, то вы на 100% поддерживаете геноцид и этнические чистки, и не притворяйтесь, что вы не понимаете этого. И помимо этого вы можете целыми днями притворяться, говоря «Моя хата справа», и что я живу в своем мире. Но весь остальной мир знает, что это кражи земли, этнические чистки и геноцид. И поэтому, обращаясь к народу Израиля, я спрашиваю вас, это то, чем вы хотите прославиться, или вы сошли с ума? Вы хотите этим обеспечить евреям безопасность, потому что евреи подверглись притеснениям на протяжении всей истории. Но если вы собираетесь сказать палестинцам, мы собираемся украсть вашу землю, мы вышвырнем вас в пустыню, мы убьем ваших женщин и детей, мы создадим для вас гетто и лагеря и отправим вас туда, но никогда не сопротивляйтесь, не сопротивляйтесь, склоните головы. А если вы когда-нибудь начнете сопротивляться, мы просто назовем вас террористами и будем убивать вас еще больше, строить еще больше лагерей и запихивать вас в еще большее количество гетто. Это тот Израиль, которым вы будете гордиться? Это тот Израиль, который вы основали в первый раз? Нет, это прямо противоположная причина, по которой вы основали Израиль. Прямо противоположная. Нет, люди сходят с ума. Бен Шапиро говорит здесь, в Америке, как смеет Джо Байден жаловаться, когда он передает чек Израилю. Он передает чек на 14 миллиардов. Поэтому он не имеет права жаловаться на действия Израиля. Я прошу народ Израиля спасти Израиль. Про палестинцев я уже молчу. Но что касается народа Америки, то это наши деньги. Они списываются с наших чеков каждый день. Вы идете на работу, часть этих денег идет Нетаньяху и его крайне правому правительству, чтобы убивать еще больше палестинцев. А теперь они хотят отправить еще 14 миллиардов долларов. А Бен Шапиро говорит, вы не только отдадите нам свои деньги, но и заткнетесь, пока будете это делать. Нет, Бен, антисемитские высказывания не соответствуют истине. Вы не контролируете ни эту страну, ни весь мир. Это чушь, это неправда. И я здесь, чтобы сказать тебе, вы можете проваливать. Вы ни черта не контролируете, и я буду критиковать Израиль столько, сколько захочу. Это не моя страна. Моя страна Америка, и это наши деньги. Наши деньги. И вы не имеете права нам говорить, вы должны нам деньги. Отдайте их нам и не жалуйтесь. Нет, нет и еще раз нет. Антисемитские выражения здесь неуместны. Вы не контролируете мир, черт вас возьми. Нет. И любой, кто подпишется под этим законом, и это не только республиканцы, это также подавляющее большинство демократической партии. Любой, кто подпишет этот законопроект о выделении Израилю 14 миллиардов долларов на геноцид и этнические чистки, будет опозорен и заморан в аморальности, от которой он никогда не оправится. Каково решение о заключении договоров о нормализации отношений с оккупантами Палестины? Прежде всего, нет никаких сомнений в том, что мусульмане могут заключать договоры с кафирами. В книгах по фикху они обычно упоминаются как гудна, или мусаляма, или муадаа, или муаххада, или мусалиха. И это примирение с кафирами, и даже примирение с кафирами в Дар-Уль-Харби, территории войны. В данном случае это не проблема. Правда, существуют некие условия, определенные ситуации и оговорки, которые должны быть выполнены. Имаму мусульман, который стремится к благу мусульман, разрешается заключать перемирие с кафирами. Ученые подробно рассказали об этом в книгах по фикху. Некоторые даже приводили иджма о допустимости перемирия с кафирами, но только с оговорками и условиями. Однако иджма может быть не до конца точной, потому что Аз-Захирия и Ибн Хазм говорили, что перемирие с кафирами недопустимо, потому что оно отменено. Чем оно отменено? Они сказали, что оно отменено аятом о мече. Что это за аят? Когда завершатся запретные месяцы, то убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили. Берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Итак, они сказали, что это было отменено. Однако подавляющее большинство ученых сказали, что худна с кафирами допустимо. Как я уже сказал, лишь в той мере, в какой некоторые сказали о допустимости такого иджма. Сам по себе термин нормализация используется для обозначения так называемых мирных договоров с яхудами. Это термин, используемый для манипулирования терминологией, чтобы обмануть умму, скрыть преступления и опасность, стоящую за тем, что они делают. Точно так же, как они называют скрытый алкоголь лишь крепким напитком, риба интересом, ширк демократией, а так же ширк приближением каулия. Они делают это, чтобы добиться признания в своих преступлениях. Они делают это, чтобы добиться признания в обществе, чтобы манипулировать массами и уменьшить масштабы своих преступлений. Но все их действия никогда не отменялись постановлением о них. Шариатский хокум зависит от реальной обстановки, а не от слова, названия. Реальность нормализации отношений аналогична реальности межконфессионализма. Проще говоря, это максимально глубочайшее вуаля к кафирам. Так же, как и межконфессионализм, нормализация направленная на уничтожение одной из самых уникальных черт этой уммы. Черты, которая стала почти забытой в этой умме из-за больших доз анестезии, которые были введены в эту умму тагутами и их шейхами. И отличительная черта это – это вуаля и бара. Цель нормализации – не просто прекращение боевых действий. Ее цель и конечный итог – это иудаизация умов мусульман. В частности, это делается для того, чтобы вырвать непричастность к ягудам и неверующим в целом из сердец мусульман, чтобы по итогу вырастить поколение с кризисом идентичности, поколение, запутавшееся в своей акриде и в своем таухиде. Вторжение в акриду уммы более опасно, чем любое наземное вторжение. Любой, кто пытается вынести решение по этим действующим договорам, которые они называют нормализацией отношений с ягудами и с оккупантами, они должны понимать их реальность и их последствия. Независимо от того, как это называется. Решение должно основываться на реальной ситуации, а не на условиях, выбранных предателями, лицемерами или кем-либо еще. Простое знание договоров, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заключал с кафирами, не составляет труда. Запомнить их тоже нетрудно. Знать их детали и запомнить их изнады также довольно просто. Это сделать очень просто. И знание этого всего не делает человека факыхом, который в итоге может применить эти знания к действующим капитулянским договорам. Человек должен понимать реальность дела и его исход, чтобы должным образом применить нормы таких договоров. вынесение решения по договору – это часть понимания его реальности. У вас должно быть полное представление о реальной ситуации, о том, как она развивается, и о ее последствиях, прежде чем вы сможете вынести решение. Почему? Чтобы вынесенное вами решение или ваше суждение соответствовало реальности. Некоторые шейхи допускают нормализацию отношений с ягудами, допускают дружбу к ягудам. Вот так это сегодня на самом деле называется, а не договора, приносящие пользу мусульманам. Если сегодня какая-нибудь женщина подошла бы к ним и спросила о простом личном вопросе, касающемся ее кровотечений в неменструальное время, они бы ее допросили, они бы разузнали у нее все, какого они цвета и каковы его характеристики. Они бы поинтересовались, случалось ли такое раньше или нет. Но более опасный вопрос, касающийся таких договоров, которые имеют отношение к судьбе, року и будущим мусульманам, как они действуют в этих случаях. Многие по своей глупости и своему невежеству выплевывают решения по ним быстрее, чем выплевывают свои слюни изо рта. Некоторые делают это безрассудно, по невежеству и глупости. И это катастрофа. А еще есть такие, кто делает это из-за своего лицемерия и в угоду тагутам. И подобная катастрофа еще хуже. Реальность нормализации отношений между арабскими странами или арабскими лидерами и ягудами-оккупантами – то, что происходит сегодня – это преступление на уровне акиды. Это преступление даже не на уровне фикха. Это направлено на то, чтобы разрушить наслоение ля и ляга и ля Аллах в сердцах мусульман. Вам даже не нужно вдаваться в подробности фикха-худны, чтобы разобраться в хукме по этому вопросу. Этот вопрос уровня акиды. Договора с ягудами, которые сегодня они называют нормализацией, это муадда и уаля к ягудам. Если бы они уверовали в Аллаха, пророка и то, что было ниспослано ему, то не стали бы брать их себе в помощники и друзья. Это помощь и поддержка врагам-оккупантам взять вверх над мусульманами. О, те, которые уверовали, не считайте иудеев и христиан своими помощниками и друзьями, поскольку они помогают друг другу. Если же кто-либо из вас считает их своими помощниками и друзьями, то он сам является одним из них. Это ни в коем случае не шариатская худна. Это делается для того, чтобы внести радикальные изменения в сознании мусульман, чтобы они признали существование суверенитета того, что они называют государством Израиль, и для того, чтобы поддержать их. Это признание права оккупантов захватывать мусульманские земли, распоряжаться мусульманскими телами и пленными мусульманами. Страны, которые нормализуют эти отношения, никогда должным образом не будут учить людей тому, что ягуды – это самые сильные в своей вражде к верующим людям. Ты непременно найдешь самыми лютыми врагами верующих иудеев и многобожников. Правильные смыслы этого и подобных этому аятов исключаются из учебных программ. И они прилагают все свои усилия, чтобы попытаться вырвать их из сердец и умов своих граждан. Вырвать правильные смыслы таких аятов. Страны, которые ратуют за так называемую нормализацию, как в случае с Белядуль-Харамейн, должны демонстрировать своим хозяевам свои добрые намерения, арестовывая любого, кто просто выступит против такой нормализации. Страны, которые нормализуют отношения с ягудами, должны изменить свои учебные программы, манипулировать и пересматривать смыслы Корана и Сунны. Это направлено на устранение враждебности и ненависти конкретно к ягудам и к каферам в целом. Они хотят, чтобы это было удалено из религии, из сердец и умов уммы. Такие аяты, как «Мы отвергаем вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Подобные аяты должны быть адаптированы в соответствии с американо-ягудской интерпретацией ислама. Нормализация – это создание поколения, которое будет бороться с артейдой изнутри. Это изменение уроков сиры, истории и текущих событий. Это делается для того, чтобы следить за худбами и уроками в мечетях, чтобы они совпадали с тем, что нравится ягудам Соединенных Штатов. К примеру, «Уаля» и «Бара» были исключены из некоторых школьных программ. Мы уже говорили об этом в прошлом. Правильное учение «Уаля» и «Бара», не спосланное Аллахом и известное салифом, не может преподаваться в мечетях стран, которые придерживаются нормализации отношений с ягудами. Они скрывают или искажают принципы акиды и меняют салафитские смыслы аятов и хадисов в поддержку движения пораженцев. Нормализация не возвращает ситуацию в нормальное состояние. По сути, это означает нормализовать то, что никогда не должно быть нормальным в нашей религии. Это денормализация того, что должно быть нормальным в нашей религии под пропагандой или маскировкой фундаментализма, терроризма или экстремизма. У тагутов постоянно было свое перемирие с врагами, с оккупантами. Но данная нормализация продвигает ситуацию еще на один шаг вперед. Это делается для того, чтобы посеять в сердцах мусульман любовь к ягудам. Цель этого состоит в том, чтобы побудить уму навсегда отказаться от джихада и склонить массы в сторону этой дуньи, забыть о светлой истории и величии, которые были у этой уммы, когда они жили под сенью шариата Аллаха. Это соглашение с куфарами, в котором есть уступки в акиде, уступки в принципах этой религии. Такое недопустимо в договорах о перемирии. Такие договора означают пораженчество и отказ от шариата Аллаха. Сегодня, сравнивая эти действующие договора о нормализации отношений с теми, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, заключался ягудами или курейшитами, мы тем самым приписываем пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то, чему он сильно сопротивлялся в самые слабые из своих времен и за что он боролся с миром в самые сильные из своих времен. Наш возлюбленный Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, никогда не поступался принципами своей религии во времена своей слабости. И я не говорю уже о временах его стойкости. Это куфр утверждать, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, шел на компромисс в принципах своей религии. А хуже этого, когда пораженцы делают аналогию, основанную на этом куфре. Установление экономических, политических, культурных и туристических связей это лишь импульс, чтобы враг укрепился. Это лишь укрепляет оккупантов в своем усилении и угнетении наших братьев, сестер и детей в Палестине. Это укрепляет ягудов в том, что они совершают больше геноцида, привлекают больше поселенцев, строят для них большие поселения. И это укрепляет их в том, что они больше заключают мусульман в тюрьмы и убивают их там. Самое важное для них из этого всего – это связи в сфере безопасности, а именно обмен разведданными. Страны, нормализующие отношения, делятся разведданными, они вынуждены это делать. Враг для них, чьими-то данными и против кого они делятся разведданными, это мусульманин Муахид, который хочет придерживаться таухида, а их друзьями выступают ягуды-оккупанты. Их любовь перешла к врагу, а непричастность к мусульманам, муахидам, муджахидам. Их договора помогают ягудам в борьбе с мусульманами в целом, а в особенности с мусульманами, которые хотят освободить мусульманские святые земли и жить по шариату Аллаха Субханаху Ва Тааля. Разве посланник Аллаха Салаллаху Алейхи Ва Салям соглашался когда-либо на что-то подобное? Одно из основных условий, которые они выдвигают, это согласиться на признание права Израиля на существование в качестве суверенного государства на землях, которые когда-то Умар, да будет доволен им Аллах, пройдя пешим из Медины в Аш-Шам, пошел освобождать. Это значит уступить земли, на которых сподвижник Абу Убейда, да будет доволен им Аллах, и его друзья проливали свой драгоценный пот и кровь ради освобождения. Эти договора дают ягудам полный контроль и права на земли, освобожденные сахабами. И это дает им полное право наступать на шеи мусульман, живущих под контролем этих ягудов. Каждая жизнь из миллионов жизней, которые страны, нормализующие такие отношения, отдают под контроль ягудов и подвергают риску, более ценна, более значима, чем если бы этот мир был полностью уничтожен. Те несколько миллиметров, которые они отдают мусульманам, должны регулироваться по мнению ягудов чем угодно, кроме шариата Аллаха. У них там должны быть одобряемые или назначаемые ими лидеры, которые делают за них грязную работу. Лидеры, которые полностью должны посвящать им свое вуаля, делиться разведданными и сотрудничать с ними против мусульман. Некоторые, такие как Тагуты из Белядуль-Харамейна, и даже лидеры Газы говорят о согласии на заключении договора в границах 1967 года. И говорят они о согласии с этим так, как будто они освободители Салахуддина нашего времени. Согласиться на границы, установленные в 1967 году, это все равно, что кто-то придет в ваш особняк или дом, заберет у вас его и скажет вам, «Эй, вон там, в углу, в двух футах есть забор, иди и живи там». Или если кто-нибудь украдет у тебя буханку хлеба и будет кидать тебе крошки на завтрак. И еще один побочный момент. Когда мусульмане в Газе подвергаются массовым убийствам, то основные правила «уаля» и «бара» гласят, что каждый мусульманин должен проявлять свое полное «уаля» к женщинам, мужчинам и детям, находящимся там. Все внимание должно быть сосредоточено именно на этом. Точно так же должен поступать каждый мусульманин, когда мусульман где-то угнетают. Мы посвятили, хвала Аллаху Господу миров, много бесед этой ситуации. Ситуации в Газе. Но только потому, что мы защищаем мусульман в Газе во времена этого геноцида, в то время как они сталкиваются с самыми враждебными по отношению к верующим людьми. Неупоминание о реальных лидерах в Газе не является признаком того, что мы одобряем их или что они праведны. В каждой ситуации есть своя тема для обсуждения. Лидеры Газы, такие как Исмаиль Гания и его коллеги, это грязные тагуты. Они погрязли в грязи демократии, национализма, любви к рафидитам, убийстве и заключении в тюрьмы чистых муахидов, разрушении их мечетей и еще во многих и многих других проблемах. И я говорил об этом. И я говорю об этом уже более 15 лет, если не больше. Согласие подписать договор в границах 1967 года не делает из человека героя. Никто не имеет права отдавать землю, которую Аллах, субханаху ва-та'аля, описывает как священную. Там есть мечеть Аль-Акса. Это наша первая кыбла. Это масра нашего посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Румар, да будет доволен им, Аллах завоевал ее. Салахуддин освободил ее. Есть разница между тем, что мусульмане слабы и не в состоянии освободить свои земли, и предоставлением им титулов, прав, легитимности и контроля над землями в Палестине. Неправильно и некорректно проводить аналогию или кыяс между этими договорами о капитуляции с договорами посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, на уровне фикха. Это неверная аналогия и кыяс. В этом вопросе нет причины проводить кыяс. Когда, к примеру, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, прибыл в Медину и заключил договора и соглашения с некоторыми еврейскими племенами, они не были оккупантами освобожденных мусульманами земель. Они не захватывали земли силой. Некоторые из них были частью общины Медины, еще до того, как туда переселился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Он позволил им оставаться там, где они были. Им было позволено сохранить то, что у них было. Их не трогали и не изгоняли до тех пор, пока они не проявили вероломство к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям. Некоторые такие договора были заключены во времена наступательного джихада. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, пришел к урайшитам и ягудам на их земли, навязав им договоры на их же территориях. Это был кыталь аль-таляб, джихад аль-таляб, наступательный джихад. В Палестине же это джихад аль-дафа'а, оборонительный джихад. И у каждого из них есть свои правила. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, никогда не заключал договора с воюющим врагом, который активно убивал мусульман изо дня в день, осуществляя последовательный геноцид, ежедневно разрушая мусульманские дома и фермы и ежедневно задерживая женщин, детей и мужчин. Разве какой-то из этих международных договоров, которые вы видите сегодня, остановил все это? Или смягчил что-либо из этого? Сегодняшние тагутские договора только лишь усиливают агрессию ягудов-оккупантов. Некоторые приходят в такое отчаяние, что сравнивают эти соглашения и договора с теми, что были заключены с муахидинами. А муахидины – это мирные евреи и христиане, жившие под властью мусульман. Они сравнивают их с этими враждебно настроенными воинствующими кафирами, которые активно убивают мусульман. А более важным, чем это, является нарушение агриды в этих договорах. Во всех договорах, которые заключал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, будь то с ягудами, будь то с курайшитами или с кафирами в целом, никто из них никогда не осмеливался даже подумать о том, чтобы просто предложить, не говоря уже о насильственном навязывании мусульманам изменений в аспектах их агриды на их собственных землях. И не надо приводить нам в пример, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, отказался написать «Ар-Рахман» и «Ар-Рахим» в договоре Худайбии, или что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, в том же договоре якобы отдал в плен сподвижников. Я подробно разобрал эту тему в серии «Сульх аль-Худайбия». При каждом пораженческом уступке, на который идут эти пораженцы с врагами, они неустанно вспоминают о договоре при Худайбии, или его пункты, чтобы доказать и оправдать то, что они делают. И именно поэтому у нас была серия про Сульх аль-Худайбию, опровергающую их утверждение. И теперь, хвала Аллаху, Господу миров, есть и книга под названием «Договор при Худайбии. Ложь против фактов». И я рекомендую всем прослушать эту серию лекций и прочесть эту книгу. Мне нет необходимости повторять то, что я там изложил. Хотя я и не говорил конкретно о договорах о нормализации там, но ответ на это можно найти там в деталях. Приведите мне хоть одно доказательство того, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям или праведные халифы заключали бы любые договора с кафирами, которые насильственно оккупировали мусульманские земли, в которых они соглашались бы уступить или отказаться от исламских земель, которые были освобождены. Либо они согласились бы принять несколько миллиметров, которые не будут правиться шариатом Аллаха, с воинствующими врагами, которые активно убивают, заключают в тюрьмы и притесняют мусульман и приказывают им изменить свою акейду на их собственных землях. Покажите мне хотя бы один такой пример, где у посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям или любого другого из халифов был договор подобного рода. А теперь позвольте мне высказать свое мнение о невежественных. Давайте предположим в качестве аргумента, и только в качестве аргумента, что все эти договора о нормализации, которые заключались или находятся в процессе подготовки, давайте предположим, что все они действительны, что все эти договора похожи на договора посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям валь-иязу биллях. Предположим, это в качестве аргумента. Что делал посланник саллаллаху алейхи ва салям, когда те, с кем у него были договоры, проявляли враждебность по отношению к мусульманам? Что сделал пророк саллаллаху алейхи ва салям, когда яхуды или курайшиты просто пытались предать его? Когда надругались над одной женщиной? Когда убили человека? Когда прошел слух, что человек, возможно, был убит? Когда прошел слух, что они убили Усмана, да будет доволен им Аллах? В разгар переговоров в Сульх аль-Худайбия. А это был всего лишь один человек. Это не был геноцид. В этот момент, без подготовки и почти без оружия, Сульх аль-Худайбия должен был быть разорван. И это была бы война на смерть каждого из них. Это все было лишь из-за одного сподвижника. Одного человека. Это не был непрерывный геноцид и тюремные заключения мужчин, женщин и детей, которые осаждены, насилуются и морятся голодом. Кааб ибн Асад из Бану Курейза, из числа яхудов, у него был договор с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Они не совершали геноцида, не сажали мусульман в тюрьмы, не насиловали и не сравнивали с землей города и дома. Кааб ибн Асад согласился помочь коалиции Ахзаб, просто потому что они согласились сделать это и намеревались поступить именно так. Это стало причиной нарушения договора и причиной объявления им войны. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям подтвердил знаменитый приговор Саада ибн Муаза «Да будет доволен им Аллах». И он сделал так, что это племя вошло в историю. Это было объявлением войны и нарушением договора, когда Бану Аннадыр попытались убить посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Когда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям просто услышал, что Бану Аль-Мусталек собираются сразиться с ним, договору с ними пришел конец. И это стало причиной объявления войны. Бану Кайнука у них был договор с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Но когда женщина была обесчещена, а мужчина, что защищал ее, был убит, это было равносильно объявлению войны. Сколько сотен тысяч женщин, мужчин и детей яхуды обесчестили, убили и заключили сегодня в тюрьмы? И не думайте никогда, что противники посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям были слабыми племенами. У некоторых из них были защищенные крепости. У них были сильные воины. А некоторые из них производили оружие. Но посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям не принимал во внимание ничего из этого, когда мусульмане подвергались насилию. С курейшитами в Мекке был заключен мирный договор с Сульх аль-Худайби'я. Почему тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям объявил войну курейшитам и направился в Мекку с десятью тысячами воинов? Потому что курейшиты нарушили договор, помогая племени сражаться с племенем, которое было в союзе с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. Племя называлась Банухуза'а. Они вступили в союз с посланником Аллаха саллаллаху алейхи ва салям. А Бану Бакр вступили в союз с курейшитами. Эти два племени воевали друг с другом. Курейшиты помогали Бану Бакру. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям счел это нарушением договора и объявлением войны. Я хочу сказать, что те, кто использует сегодня договора посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям для поддержки своего предательства уммы, но хорошо. Давайте тогда теперь сделайте следующее за этим. Сделайте то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва салям сделал, когда над одинокой женщиной надругались, когда убили одинокого мужчину, когда были попытки или даже намерения предательства. Мы можем обсудить и другую сторону вопроса, которую они поднимают. Это, конечно, не имеет отношения к делу, потому что нынешние договоры о нормализации отношений являются преступлением на уровне акиды. Например, они утверждают, вкратце, мы рассмотрим это вкратце, они утверждают, например, что эти договоры предназначены для масляха и благо мусульман. Я упоминал, когда я подробно рассказывал о Сульх аль-Худайбии, я подробно упоминал о великих достижениях и свершенностях, и о силе, которую мусульмане выиграли от этого временного перемирия во время Сульх аль-Худайбии. Ислам распространился тогда на Аравийском полуострове. Они укрепляли свою военную, экономическую и политическую мощь и отвлеклись от борьбы с курейшитами, чтобы сокрушить других врагов. Нынешние договора о нормализации отношений ослабляют мусульман и только укрепляют яхудов. Эти договора не только не могут остановить геноцид, но они не могут спасти ни одной жизни от агрессии яхудов. Скорее, они помогают оккупантам в этой агрессии. Эти договора не могут освободить ни одного несовершеннолетнего заключенного, не говоря уже о мужчинах или взрослых, и тысячах заключенных, находящихся в плену у яхудов. Эти договора навязывают пораженческую акиду мусульманским массам на их же собственных землях и территориях. Эти договора не могут ни остановить, ни даже выдернуть гвоздь, один гвоздь из одной стены сотен строящихся там поселений. В этих договорах с яхудами нет ничего, кроме вреда для мусульман. Их единственная польза – это польза для яхудов и для укрепления кресел тагутов. Другими вопросами фикха являются, к примеру, вопрос о том, что большинство факыхов говорили, за исключением ханафитов. Они говорили, что гудна допустима только в том случае, если ее заключает имам или его представитель. Еще один вопрос, который обсуждают многие, это вопрос о том, является ли гудна или договоры с кафирами действительными, если они постоянны. Прежде всего, этот вопрос обсуждается многими ищущими знания. Во-первых, не может быть никогда постоянного договора с кафирами. Потому что это отменяет джихад. А также из-за аята «Не проявляйте слабости и не призывайте к миру, поскольку вы выше остальных». Аллах с вами и не умолит ваших деяний. Однако, что многих смущает в этом вопросе, так это спор в этом вопросе и мнение меньшинства. И это то, что я верю и считаю правильным. И вопрос этот заключается в следующем. Допустимо ли обращаться к неверующим без указания срока? И мнение меньшинства в этом – да, допустимо, если, конечно, это правильный шариатский договор, который соответствует шариатским условиям. Доказательства явно подтверждают это. Это означает, что допустимо заключать договор с кафирами, которые являются мутляка или муакката. Мутляка означает, что в договоре нет определенного срока. В нем не упомянуты 10 лет или 4 месяца. Это просто бессрочное соглашение, в котором сказано, что мы не будем сражаться. И это совершенно не то же самое, что сказать, что это навсегда, или согласиться на то, что это навсегда. Такое в этом договоре недопустимо. Муакката же означает, что в контракте есть определенный срок. И ученые, которые требовательны к определенному сроку в Гудне, спорят о том, сколько оно может длиться. И сейчас не время обсуждать это. Если это мутляка, и мутляка, как мы уже говорили, это договор на неопределенный срок, если оно не имеет срока, то он не может быть вечным. Да, в договоре может не упоминаться о 10 годах, 4 месяцах или 5 годах. Он бессрочный. Но это не значит, что он действует вечно. Он не может быть вечным. Когда мусульмане становятся сильнее, и это выгодно мусульманам, они сообщают врагу, что этому договору пришел конец. Я хочу повторить. Аль-мутляк в договорах с кафирами не считается вечным. Просто в самом договоре не упоминается конкретная дата окончания. Мутляк это что означает, что одна или более стороны имеют право расторгнуть договор без согласия другой стороны. Это очень схоже с другими обязательствами, которые дозволены. такие как доверенность или договора за вещание и дарение. Вы выписываете кому-то бессрочную доверенность на ведение каких-то ваших дел, в которой не указана дата окончания или срок. Как только у вас меняется мнение по этому поводу, вы больше не хотите продолжения. Вы даете ему знать, что этот контракт расторгнут. Еще один аргумент, который некоторые выдвигают, и это деморализующий аргумент о том, что мусульмане слабы. Те, кто сегодня деморализует массы, утверждая, что мусульмане слабы, если бы они жили во времена посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям, они бы удержали посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва салям от каждой битвы или похода, которые он возглавлял, или на ведение которых отдавал приказ. С материальной точки зрения, когда это мусульмане вообще были сильнее врага, когда мусульмане превосходили врага численностью и превосходили его силой, те, кто выдвигает подобные аргументы, должны были бы тогда остановить Абу Бакра ас-Сиддика, да будет доволен им Аллах в сражении с муртадами. Они бы удержали его тогда и отговорили бы его от всех завоеваний после этого. Они удержали бы Умара, Абу Убейду, Саада ибн Абу Ваккаса и Халида ибн Валида, да будет доволен им всеми Аллах. Почти от каждой битвы, потому что почти в каждой из них они уступали врагам как в численности, так и в силе. Не было бы никаких сражений с римлянами и персами. Мусульмане не слабы. Просто есть тагуты и их шейхи, которым нравится прививать умме этот пораженческий менталитет, о чем я упоминал в предыдущих беседах. Самое важное, что нужно знать, это то, что Аллах Субханаху Вата'аля дарует победу тем, кто дарует победу Ему. Дарование Ему победы, джалля фиуля, Он сделал фундаментом, условием и основой для победы. О те, которые уверовали, если вы поможете Аллаху, то и Он поможет вам и утвердит ваши стопы. Материальная сила и потенциал не являются условием в этом аяте. Мусульмане не принимают во внимание чисто материальные аспекты. Особенно, когда речь идет об оборонительном джихаде. Они полагаются на Аллаха, собирают все, что у них есть, и отправляются навстречу врагу, как это делал посланник Аллаха, И не надо понимать это однобоко, что типа мусульмане полностью игнорируют материальную часть подготовки. На этом все не заканчивается. Вместе с этим должны быть повиновения Аллаху Субханаху Вата'аля, якин и правильное упование на Аллаха Субханаху Вата'аля. Затем мусульмане собирают все, что могут и что у них есть, и затем они приступают, даже если это будут камни против самолетов. Сказано, приготовьте против них сколько можете силы. Сказано, сколько можете силы. Материальная сторона не игнорируется, но истребуемого к вам собрать лишь то, чем вы владеете. Вы же не скажете, давайте подождем еще 60 лет, пока у нас появится ядерное оружие, в то время как они насилуют наших сестер и убивают наших детей. У мусульман достаточно возможностей, чтобы править миром, как это было не раз в истории. Но когда в мечетях учат пораженческому мышлению, и оно внедряется в сердца и умы, то это, как правило, парализует конечности. Когда такое происходит, то на земле нет такой силы, которая могла бы заставить человека подняться. Я не говорю уже о победе, независимо от того, каким бы сильным он не был. Плюс это все происходит в сочетании с отсутствием имана, якина и таваккуля. Нормализация отношений – это пропаганда пораженческого менталитета среди мусульман. Нормализация отношений – это нормализация того, что мусульмане слабы. Это делается для того, чтобы нормализовать то, что они будут угнетены, что будут жить в условиях иностранной оккупации, под руководством, под приказами и командованием яхудов и Соединенных Штатов. Никакой доли победы не будет достигнута до тех пор, пока люди или мусульмане не будут акцентировать внимание только лишь на материальных средствах, лишившись при этом помощи Аллаха Субханнаху ва Тааля. Есть еще много деталей, которые я мог бы добавить по этому вопросу, поскольку это относится к вопросам фикха, которые ими поднимаются, но в них нет необходимости. Что необходимо знать, так это то, что договоры о нормализации являются недействительными и запрещены, потому что они противоречат принципам религии Аллаха Субханнаху ва Тааля. Необходимо полностью знать и понимать их детали, реалии и их последствия, прежде чем выносить по ним решения. Есть старая фетва шейха Аллямы Аль Имама Насыра Аль Фахда по этому вопросу. Это самое лучшее, что я могу вам сказать по этому вопросу.